Германия, разочарованная Америкой. Сближение ФРГ и России. В Европе растут пророссийские настроения, причем лидируют по их уровню Германия. В ФРГ не менее половины населения выступает за то, чтобы освободиться от диктата США и убрать с территории страны американские войска. При этом 54% немцев за сближение с Россией. Пророссийский крен Берлина. Если говорить об отношениях между Россией и европейскими странами, то с Германией они складываются куда более благополучно, чем со многими государствами бывшего социалистического лагеря. Хотя Ангела Меркель регулярно выступает с критикой внешнеполитического курса Путина, а Берлин в 2014 году поддержал антироссийские санкции. Тем не менее, несмотря на жесткую позицию США, Германия однозначно приняла решение по Северному потоку-2. И дело не только в экономической выгоде или энергетической зависимости. Просто, оправившись после окончившейся 75 лет назад войны, немцам хочется быть более самостоятельными и проводить внешнюю политику в своих интересах, а не плести за Вашингтоном. Северный поток-2 самое наглядное свидетельство поражения США в Европе. Американской элите так и не удалось уговорить европейских партнеров отказаться от строительства газопровода, а ведь его запуск очень сильно ударит по американским интересам в Европе и по политическим, и по экономическим. Поскольку, во-первых, энергетическое сотрудничество с Россией возрастет, а во-вторых, американский жиженный природный газ не будет поступать в Европу в столь глобальных масштабах, о которых мечтали в Вашингтоне. Про-американская либеральная пресса Германию очень негативно оценивает общественное настроение в стране. Еще бы лишь 3% опрошенных представителей немецких компаний выступает против строительства СП-2, а остальные настаивают на необходимости развития более тесных связей с Россией. Что же касается населения Германии в целом, то за дружбу с Москвой 54% немцев. Эти цифры свидетельствуют о том, что в целом общественное мнение в ФРГ, несмотря на массированную пропаганду, настроено куда лучше к России, чем даже и германское руководство. Хотя либеральная пресса, конечно, не забывает обвинить во всем действующие власти страны, подчеркивая, что им выгоднее вести бизнес с Россией, чем заботиться о повышении обороноспособности либерального миропорядка. Но этот либеральный миропорядок – суд соблюдения интересов США и превращения европейских стран в американских вассалов. Естественно, что ни немцам, ни французам такой расклад не нравится. Тем более, что Германия – государство с великой историей, культурой и не в менталитете немцев следоват в чьем-то хвосте, в отличие от некоторых соседей ФРГ с Востока. Немцы за вывод американских войск. Одна из главных проблем в отношениях между США и Германией – присутствие на территории ФРГ американских войск. Именно в Германии дислоцируется самый многочисленный в Европе контингент американских военнослужащих. Более 30 тысяч человек – это не шутки. Сухопутные войска, авиация, ракетчики. В Германии американские войска находятся 75 лет после того, как пал Третий Рейх. Первоначально присутствие американских войск в Германии, как и войск других стран и участниц антигитлеровской коалиции объяснялось потребностью в предотвращении нацистского реванша. Но практически сразу после войны смысл военного присутствия свелся к противостоянию с СССР и социалистическому лагерю. В ГДР стояли советские войска, в ФРГ американские. Но затем Россия свои войска из Восточной Германии вывела, а американцы России обманули и выводить войска из ФРГ не стали. Для Пентагона военное присутствие в Германии выгодно сразу по нескольким причинам. Первое – сохраняющиеся и даже нарастающие противостояния с Россией. Второе – стратегическое положение многих военных баз, которые используются, к примеру, для логистических нужд американских войск в Ираке, Афганистане, Сирии. Третье – сохранение контроля над Германией и Европой. В целом, военное присутствие наглядно показывает Берлину, кто подлинный хозяин в регионе. В последнее время американское руководство настаивает на увеличении расходов европейских государств на содержание размещающихся на их территориях войсковых частей военных баз вооруженных сил США. То есть, не Америка должна платить за военное присутствие в этих странах, а сами страны платить Вашингтону за то, что он их якобы защищает. Германия – один из постоянных объектов упреков со стороны американского руководства в том, что Берлин якобы жалеет деньги на повышение обороноспособности. В действительности германское руководство просто не понимает, зачем стране наращивать траты на американские войска, поэтому и не особо беспокоится по поводу сохранения военного присутствия США. Современная Германия все же не Польша или не Латвия. Русофобия в Германии хоть и присутствует, но находится на куда меньшем уровне и не имеет такого пещерного характера. Это для Прибалтики военное присутствие США рассматривается в духе культов Карго, что, мол, американцы осчастливливают Латвию, Литву или Эстонию своей военной помощью. В Германии куда более здравое отношение к американским военным базам на своей территории. Вместе с тем, в Германии весьма обеспокоены и наращиванием американского военного присутствия в Восточной Европе. В Берлине справедливо полагают, что американские военные базы, особенно с размещенными на ними средствами ПРО, становятся привлекательной мишенью для российских ракет. Россия, действуя в превентивных целях, будет увеличивать численность и улучшать вооружение своих соединений, расположенных вблизи западных границ страны. А это новая гонка вооружений. И в Германии прекрасно понимают, что ничем хорошим для страны, как и для ее соседей, конкуренция США и России в военной сфере не закончится. Согласно тому же опросу, 48% немцев убеждены, что американские войска полностью или хотя бы частично должны быть выведены с территории Германии. Несмотря на то, что таких эксцессов, какие имели место на Окинаве в Японии, где также размещаются американские войска, в Германии не было, многие немцы считают, что их страна не должна быть наводнена иностранными военнослужащими. Американская демагогия о том, что US Army в Германии, дескать, защищает немцев от потенциальной угрозы со стороны международного терроризма и России, более не воспринимается всерьез большинством населения страны. Более половины немцев убеждены, что Европа в состоянии и должна самостоятельно решать вопросы своей обороны и безопасности. Лишь 22% немцев полагаются на ядерное оружие США как на средство обезопасить Германию и Европу в целом от ядерного оружия России или Китая. Куда больше, 40% тех немцев, кто предпочел бы воспользоваться ядерным щитом соседней Франции. Немцы считают, что европейские страны могли бы более эффективно обеспечивать свою безопасность, причем без накручивания противостояния с Россией и постоянной гонки вооружений. В этом они солидаризуются с президентом соседней Франции Эонуэлем Макроном, который давно мечтает о создании общеевропейской армии, альтернативной НАТО. Если бы такая военно-политическая структура появилась бы в Европе, то Североатлантический альянс утратил бы актуальность за ненадобностью. Поэтому в США очень опасаются реализации идеи Макрона на практике и стараются запугивать европейцев российской угрозой. Почему в Германии недовольны американской политикой? Если говорить о руководстве Германии, о ведущих политических партиях страны, то у них также есть многочисленные претензии к США. Во-первых, они связаны с антироссийскими санкциями, которые являются следствием американского давления на Евросоюз. Для Германии сотрудничество с Россией очень выгодно и из-за санкций страна теряет миллиарды евро ежегодно. Во-вторых, в Германии недовольны действиями США в Сирии, где американцы в конечном итоге бросили на произвол судьбы курдов. Кстати, именно после истории с сирийскими курдами в Европе всерьез засомневались в надежности американских союзников. Ведь судьба курдов стала наглядным примером того, как Вашингтон без зазрения совести бросил вчерашних партнеров, которых сам же вооружал, финансировал и подталкивал к более активным действиям. Еще один проблемный момент политика Турции. Несмотря на ухудшение отношений между США и Анкарой, американские власти не спешат принимать какие-либо серьезные меры против турецкого руководства, а в Европе действиями Эрдогана очень недовольны. И проблема не только в курдах, но и в общей политике турецкого государства, подавляющего левую оппозицию и шантажирующего Европу открытием границ для сирийских беженцев и мигрантов из менее благополучных стран Востока. Сотрудничество США с авторитарными монархиями Аравийского полуострова а также симпатию немецких политиков не вызывает. В-третьих, США очень негативно относятся к развитию связей между Евросоюзом и Китаем, что также не нравится многим немецким политикам и бизнесменам. Для США Китай основный экономический конкурент, но для европейских стран это выгодный партнер, никаких политических проблем в отношениях с которыми из-за географической удаленности и отсутствия каких-то противоречий не возникает. Как и в случае с Россией, в отношении Китая немцы также хотят более тесных отношений. Если за укрепление связей с Россией выступает 66% немецких граждан, то за развитие связей с КНР 60%. Как видим, общественное мнение настроено явно не в пользу США, а германскому правительству учитывать настроение основной массы своих граждан все же придется. В обозримом будущем можно предположить, что Германия, а также Франция и Италия будут еще больше дистанцироваться от Соединенных Штатов. В свою очередь, Вашингтон переориентируется на развитие военно-политического сотрудничества со странами Восточной Европы – Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Румынией. Однако у США возникнет главная проблема за чей счет финансировать военное сотрудничество с восточноевропейскими государствами. Пока функционирует блок НАТО, финансовые вопросы удается частично перекладывать на Германию и Францию, но самостоятельно Латвия, Литва или Эстония, не говоря уже об Украине, их не решат. В любом случае, экономические отношения между Россией и Германией сегодня крепки и в перспективе будут только развиваться. Сейчас в интересах двух стран освободиться от порочных санкций, наращивать экономическое сотрудничество, а вслед за торговлей неизбежно нормализуются и отношения политические. Конечно, у России и Германии свои видения многих проблем, в том числе и касательно будущего Европы, но надо понимать, что наши страны практически соседи, и именно нам, а не американцам, решать, какой будет Европа, как организовывать ее экономическое развитие и обеспечивать ее безопасность и оборону.